МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михалков один из немногих, кто на «ты» с президентом. И на этот раз Владимир Путин поздравил режиссера лично. Итак, художник и власть. Возможен ли союз? Откровение Никиты Михалкова. А я иду, шагаю по Москве. Здравствуйте, ребятки. А че так долго? Мира закроть даже. Попрошу вас в документы. Дерьмо! Ты видала? Ну что скажешь? Счастье жизни в самой жизни. А для меня жизнь то, чем я занимаюсь. Я когда посмотрел фильмографию, вот сейчас, когда готовились к этому дню, я так даже, честно говоря, опешил, сколько там всякого наиграно, наснято и так далее. Поэтому я... У меня нету тяжести, груза сделанного. Как бы, ну, сделано, и слава тебе, Господи, ну, чего сейчас на этом сидеть? Меня, кстати, этому научил в свое время заменитель, режиссер Кавалерович, который был на фестивале. Я только что снял свой «Среди чужих». Я был в таком восторге от того, что мы эту картину сделали. Актеры молодые, все такие, все трюки сами делали. Я показал ему эту картину, вот такой, «Истерн наш». Ему она очень понравилась. Мы пошли в ресторан, с ним крепко выпили. И он мне говорит, немедленно начинай другую картину. Прямо немедленно. Я говорю, почему? Ну, а как же сейчас? А слава? А чтобы приглашали? И я, абсолютно с ним не согласившись, внутренне, почему-то поверил ему. И сразу стал снимать почти рабу любви. И с тех пор я, в общем, никогда не рассиживался на десяти коробках пленки, так сказать, полной задницы и ожидая славы. Меня тут спросили об этом однажды, каким бы зверем я себя считал. Я подумал и сказал, что, наверное, я волк. Причем, так сказать, без стаи. А они говорят, потому что, спрашивают меня, потому что он самый сильный? Я говорю, нет. И медведь сильнее волка, и лев сильнее волка, и тигр сильнее волка, и слон сильнее волка. Но только волк никогда не выступает в цирке. А все они выступают. И я тоже надеюсь, что я не выступаю в цирке. Я живу своей жизнью, я имею мою точку зрения. Она не всегда совпадает, очень часто не совпадает с чьей-то другой точкой зрения. Но я по-другому не могу. Это вложь все абсолютное, что я дружу с властью. Никогда я ни при Брежневе, ни при Горбачеве, ни при Ельцине, Я никогда не был близок к власти. Никогда. Это меня, как бы, я ее всегда остерегался. Тем более, остерегался людей, для кого власть – это мечта, а не крест. И с Путиным, Путин мне стал интересен намного раньше, чем он был президентом. Я уважаю это. И я дружу не с президентом, я дружу с человеком. Мама говорила, не важно что, важно с кем. Там есть атмосфера, которая мне близка, которую я создаю. И там работают люди, которые входят в эту атмосферу. Я Sterling COVID-19. Продолжение следует...